Никогда не оборачивайся. Как часто ты чувствовал себя неуютно в темных пространствах? Как часто избегал встретиться взглядом с отражением в неосвещенных комнатах, не оглядывался через плечо, когда казалось, что кто-то тебя преследует? Я подумал, что стоит написать о правилах, связанных с этим, чтобы объяснить природу этих опасений и, быть может, удержать от непоправимого тех, кто думает, что может ходить специально, оглядываясь назад на каждом шагу, только чтобы доказать, что я ошибаюсь. Это история о том, как я встретил Джорджа. Поздно вечером, я, будучи слегка навеселе, покупал сладка батончик Марс во фритюре. Если вы, к несчастью, живете там, где недоступна такая высокая кухня, что ж, поверьте на слово, это прекрасно. Прекрасно. Рассчитавшись, я отошел от ларька и уже собирался двинуться дальше, когда увидел его. Молодой на вид, темноволосый, поднял воротник теплого пальто от холода. Приятное пальто. И шарф. Очень практично одобряю. Он посмотрел через плечо, проходя мимо. И вот это я уже не одобряю. А потом я увидел, как его тень стала чуть больше. Я уже знал к тому времени о том, кто стоит за его спиной. Кто бы доверил мне такую работу совсем без подготовки, верно? Но никогда раньше я не видел своими глазами, как он охотится. Если окликнуть парня, какова вероятность, что он снова бросит взгляд через плечо. Но если я просто пойду за ним по пятам, толку тоже не будет. Черт, я не знал этого человека, но не мог допустить, чтобы с ним случилось непоправимое. Пока я раздумывал, время, к сожалению, не остановилось. Быстро приняв решение, я бросился за ним. Обогнул холм, рассчитывая встретить его на другом конце улицы. Дождь шел стеной, ноги скользили на булыжной мостовой, холодный воздух ввинчивался в ушные раковины будто до самого мозга. Мне очень нужно было оказаться с парнем лицом к лицу. Он уже собирался завернуть за угол, когда я подошел и снова тревожно оглядывался через плечо. — Завязывай с этим! — крикнул я. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Оглянулся, снова посмотрел на меня. — Вы со мной разговариваете? Из водосточной трубы на углу капала вода. Каждая капля подсвечивалась фонарями и сияла, как позолоченная жемчужина. Не знаю, слышал ли Джордж, но ритм был совсем неестественным. Кап-кап, кап-кап. Пауза. И затем снова. Кап-кап, кап-кап. — Да, я хочу, чтобы ты перестал оглядываться. Я подумал немного и добавил. — Потому что позади тебя ничего нет. Тень немного уменьшилась. Я никогда не практиковал такого. Никогда не было повода. И, видимо, выдал это выражением лица, а Джордж заметил. Его тень начала расти, но уже не едва уловимыми скачками, не микроизменениями, которые заметит только такой человек, как я, нет. Выглядело так, будто кто-то светил фонариком прямо ему под ноги, подходя всё ближе и удаленяя бесконечную тень. Она теперь чернела позади него, раскидываясь на всю площадь, проваливаясь в рамы типичных для Эдинбурга высоких окон, обезглавленная тёмной черепицей крыш. — Ты пялишься мне за спину, — обвиняюще сказал Джордж, но не обернулся. — И славно, одобряю. Разумный мальчик в практичном шарфе, быть может, и забыл правила, но сразу понял всё, когда я напомнил. Я перебирал в голове один план за другим, но всё было не то. Главное сделать так, чтобы он успокоился. Абсолютно необходимо, чтобы он не оглядывался, чтобы он не увидел свою тень, чего бы это не стоило. В идеале его надо было бы ослепить, но я не очень понимал, как добиться этого на неком расстоянии, имея в распоряжении только две ручки, телефон и ключи в кармане. Да и как-то не хотелось вступать с ним в поединок. Изо всех сил, стараясь выглядеть одновременно так, будто не представляю угрозы и искрюсь абсолютным профессионализмом, я проскочил последние несколько шагов, схватил парня за руку и пошёл вниз по улице. Он подчинялся без сопротивления. Такого поворота я не ожидал, но когда взглянул на его лицо, всё понял. В глазах у Джорджа стояли слёзы. — Ты знаешь, что у меня за спиной? — шёпотом прохрипел он. — Да, я не стал отрицать. Это что-то питается страхом, поэтому тебе нужно немедленно перестать думать о нём. Лучше думай о том, что я веду тебя в безопасное место. Подумай о батончиках Марс во фритюре. Сказав это, я вспомнил, что всё ещё держу угощение в руках и предложил ему кусочек. Джордж, дрожа согласился. — Сосредоточься, пожалуйста, и назови мне своё имя. И что ты завтра приготовишь на завтрак? Мы шли очень быстро, а я отчаянно сжимал его локоть. Это не помогало. Я переложил руку ему на плечо. То, что громоздилось позади него, теперь было настолько материальным, что уже само отбрасывало тень. Мне оставалось только молиться, чтобы он не заметил. Мало что можно было разобрать в неясном пятне на асфальте, но у этой твари, похоже, был нож. — Джордж, это всё, что он сказал. Неудивительно, учитывая, насколько парень был напуган. — Отлично, Джордж. Мы идём. Чёрт, моя квартира слишком далеко. Давай зайдём в библиотеку. Это в паре улиц отсюда. Теперь по булыжной мостовой стучали три пары ног. Я подстроил шаг так, чтобы слиться с опытом преследователя, хоть бы Джордж не заметил. Я болтал и болтал обо всём на свете, только чтобы отвлечь его. Но шутение под нашими ногами стал длиннее. Когда мы подошли к ярко освещенным стеклянным дверям библиотеки, облегчение волной затопило меня. Уверенным быстрым шагом я подошёл ко входу, втолкнул Джорджа внутрь и захлопнул дверь. Но это всего лишь стекло. Оно не выдержит. Я увлёк Джорджа в недра библиотеки, нашёл стул, поставил его спинкой к стене и усадил своего спутника. Во внезапно наступившей тишине было слышно лишь наше тяжёлое дыхание. — Это один из других? Тот, с кем ты разделался ради меня? Я замер. Джордж не должен такого спрашивать. Он такого и знать-то не должен. Всё нормально, я тоже хранитель, — успокоил он меня. Но мне это передалось по наследству вроде как, так что я толком не знаю, что делать. И я рассказал ему о правилах, особенно об одном — никогда не оглядывайся назад на тёмной улице. Если оно однажды выберет тебя целью, ты никогда больше не будешь в безопасности. Рассказал, как это происходит. Сначала за тобой следует лишь собственная тень. Если не начать беспокоиться, паниковать и бояться, если не верить, что кто-то стоит за твоей спиной, оно не сможет набраться сил, чтобы навредить. Но если оглядываешься назад, можешь увидеть сухой лист, мечущийся на ветру, или тень странной формы. И всё это по капельке будет придавать всё больше правдоподобие мысли, что там кто-то есть. И вот этой толики веры уже достаточно, чтобы сделать его чуть сильнее. Не достаточно, чтобы навредить, не достаточно, чтобы материализоваться, но достаточно, чтобы влиять на окружающий мир. Например, изменить ритм капель из водосточной трубы. Или сменить направление ветра, чтобы тебе показалось, что что-то есть позади тебя. Чтобы ты снова обернулся через плечо. И с новой порцией веры оно может сделать воздух позади твоей шеи тёплым, как дыхание. Или обострить тишину так, что ухо само начнёт силиться поймать хоть какой-то звук. Оно сможет удлинить твою тень, чтобы, обернувшись и увидев её, ты не смог понять, как такое может быть. Ты подумаешь, что что-то не так. А если что-то не так, то где-то рядом опасность. И ты испугаешься того, кто стоит за твоей спиной, и сделаешь его сильнее. Я говорил ему всё это даже без осознания, что совершаю большую ошибку. Доводилось ли тебе когда-нибудь читать или рассказывать историю, которая пугала до чёртиков? Так что на глаза сами набегали слёзы, а кожа потела и бугрилась мурашками, будто страх пытался истечь из каждого доступного отверстия в теле. Да, я позаботился о том, чтобы посадить Джорджа спиной к стене. Но не себя. И пока я делился знаниями о правиле, слёзы набежали мне на глаза. Я вытер их и заметил, что Джордж смотрит на меня намного более испуганно, чем следовало хранителю в этой ситуации. — За мной что-то есть? — спросил я самым размеренным, спокойным тоном, какой только смог изобразить. — Ничего. Ничегошеньки. И тут мне на голову упала книга. — За тобой нет абсолютно совершенно ничего. Влажное тёплое дыхание окатило мою шею. Прямо как я только что говорил. Но зачем я привёл этот пример? Ненавижу ощущение дыхания на шее. — Пожалуйста, посмотри на меня, — сказал Джордж. Сейчас, зная, что он учился на медбрата, я думаю, что в нём включились тогда профессиональные навыки. Я уставился на него, стараясь перестать косить в пустой библиотечный проход в поисках любого выхода. Прямо в его глаза. Кстати, у него шоколадно-карие глаза, если тебе интересно. — За тобой абсолютно ничего нет. И никогда не было. Ты в безопасности. Ты в полной безопасности. Я встал. — Есть ещё одна вещь, которую можно попробовать в такой ситуации. Последний шанс. Лучше всего этот метод срабатывает, если рядом кто-то, кому можно безоговорочно доверить свою жизнь, но у меня был только Джордж. Я подошёл к нему, взял за руки и поднял. — Скажи, ты сможешь доказать, что за моей спиной ничего нет? — спросил я, отчётливо понимая, насколько дерьмово поступаю. — Можем мы встать спиной к спине? Обычный медбрат, никогда не хотевший связываться с чем-то подобным в жизни, заглянул мне через плечо и заметно вздрогнул. Тот, кто стоял за моей спиной, размахнулся ножом и со свистом, рассекая воздух, приставил его к моему горлу. Джордж зажмурился и быстро сделал два шага вперёд мимо меня прямо в объятия к тому, кто стоял за моей спиной. Его дрожащая спина прижалась к моей. Холодная сталь у горла исчезла. Я протянул ладони назад и взял его за руки. Некоторое время мы просто стояли так, дыша в унисон, с сердцами бьющимися, как у испуганных кроликов. Стояли, осознавая, что те, кто сейчас находится за нашими спинами — обычные безобидные незнакомцы, с которыми не страшно столкнуться на улице. Вот так мы и познакомились с Джорджем. Конечно, я ничего не мог сделать, чтобы поправить события той ночи. Тот, кто стоит за твоей спиной, всё-таки получил свою добычу, хоть и ни одного из нас. На следующий день в воскресенье я увидел её. Женщина спешила мимо полупустой улицы, встрёпанная и помятая настолько, что больше походила на ходячую гору мусора. Она шла, спотыкаясь, одетая в грязный офисный костюм, и выглядела так, будто опаздывала на позорное увольнение. На морщинистом лице отпечатком залёг недостаток сна. Вот только для такой молодой дамы было многовато морщин. Она не подняла головы и не обернулась на меня, проходя мимо. Видимо, научилась, наконец. Глядя на её усталое лицо, слыша, как она бормочет бессвязные мольбы, прохожие думали, что она сумасшедшая наркоманка или бездомная нищенка. Но я знал, что с ней, и знал, что уже нет смысла пытаться спасти её. Почти скрывшись из виду, она всё-таки обернулась через плечо. И в тот момент из-за угла вышла другая женщина, так что они увидели бы друг друга только мельком. Она казалась моложе и красивее первой. Её офисный костюм был тщательно отглажен. Вы никогда не поняли бы, что это тот же самый человек. И шла она размеренным, спокойным шагом. Стоило мне моргнуть, видение исчезло. Я постоянно читаю некрологи, заметки Коронера и полицейские отчёты. Официально эта женщина умерла из-за некоего психического заболевания или от передозировки, но что точно, она сошла с ума. И это хорошо. Эволюционные механизмы защиты настроены так, что если будешь достаточно долго не досыпать, потеряешь рассудок. Один из старейших способов мозга – защищаться. Только это помешает окончательно увериться, что тот, кто стоит за твоей спиной, реален и что он тебя убьёт. Так что не оглядывайся, когда поздно вечером спешишь домой. Ты уже знаешь правила. Я делаю всё, что могу, чтобы ты был в безопасности. Рискованно писать такое, рискованно дарить ещё чуть больше веры, так что тебе лучше не пытаться нарушить правила. Спи, развернув кровать к стене одной стороной. Скажи друзьям, чтобы никогда не оглядывались, потому что от этого становится только страшнее. Если сегодня ночью проснёшься, чтобы сходить в туалет, не смотри в зеркало. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова